вот наступило утро и для многих завтрак является важнейшим приемом пищи что может быть случай пары яичек кофе и кусочка хлеба ну может быть еще масло взять вот такой вот завтрак я вам хочу приготовить сегодня всем привет конечно же я не буду вам показывать как готовить просто отварить яйца каждый это умеется каждый это может я сегодня хочу поделиться с вами рецептами простых и вкусных завтраков потому что многие считают это основным приемом пищи и поэтому не стоит это как-то обходить стороной поэтому мы начинаем с омлета который будет находиться внутри томатов итак мы начинаем берем три достаточно крупных томата специально оставляем плодоножку такую чтоб удобно было держать отрезаем сначала попку и потом нарезаем достаточно крупными я имею виду по толщине кольцами после чего берем такие вот небольшие кольца и при помощи их удаляем серединку то есть все делается достаточно просто можно взять побольше но у меня они не подходят больше размеров кольца мне кажется что этот рецепт можно делать даже с детьми им будет интересно вот так и вот заниматься рукоделием но можно также взять подобрать по размеру какую-то крышку или еще что-то либо же просто небольшим ножом удалить это все ну с ножом уже детей лучше не допускать потому что это опасно после чего мы берем остатки внутренностей и мелко их начинаем нарезать то есть измельчать после чего берем миску и отправляем всю кашу туда потом можно взять лук и самому нарезать но я взял у нас продается замороженный уже это шниттлу я возьму две небольшие вот таких вот без город с горочкой ложечки чайных оставляем берем 2 яйца берем ложку обычной пшеничной муки и добавляем соль и перец по вкусу мне кажется это должно бы понравится детям поэтому не борщики не с остротой не с чем-то еще и просто все это перемешиваем чтобы хорошо размешать могу подсказать один лайфхак то есть возьмите сначала яйца ложку муки посолите поперчите слейте сок от помидор и взбейте это блендером а потом добавляйте кусочки уже измельченного томата и лука тогда у вас получится просто замечательно и будет чувствоваться томат включаем нашу сковороду растительное масло я возьму вы можете взять и сливочное масло это не запрещается из лишнего масла не наливайте потому что перебор масла испортит блюдо и можем уже сразу выкладывать наши колечки ставим на средний огонь и заливаем внутрь наш омлетик накрываем крышкой и жарим ориентировочно две-три минуты ну самое главное чтоб омлет внутри прижарился снизу вернее переворачиваем и жарим еще две-три минуты это можно взять сыра и сверху немного добавить его также можно взять какую-нибудь зелень и тоже посыпать вот такое вот блюдо получается только хочу посоветовать вам брать более стеклянные томаты тогда они не будут так терять форму и хорошо разогревайте масло приятного аппетита переходим дальше вторым будет бутерброд который очень легко и быстро приготовить ингредиенты всем известны немножко здесь уже будет мясная составляющая ну переходим смотрим записываем здесь немножко больше уже надо будет потрудиться берем 4 яйца для начала сразу же добавляем соли примерно половину чайной ложки добавляем также четверть перца четверть чайной ложки перца можно добавить красного но если вы готовите детям то лучше этого не делать пока отставим в стороночку берем одну мелкую луковицу можно взять и зеленый лук и его тоже мелко нарезать здесь же старайтесь нарезать как можно более мелко то есть примерно вот так вот также берем немного петрушки и тоже мелко-мелко нарезаем ее сюда мне такого количества петрушки будет достаточно и я дополнительно еще измельчу все вместе и отправляем все нашу яичницу после чего берем венчик и хорошо это все взбалтываем следующим ходом будет то что мы возьмем сковородку масло и я взял четыре куска тостового хлеба включаем разогреваем сковороду и добавляем туда одну ложку столовую масло поверьте именно здесь и когда будем обжаривать сейчас тостовый хлеб именно сливочное масло подойдет лучше чем простой растительное и добавляем наши кусочки хлеба и обжариваем с двух сторон пока хлеб обжаривается возьмем один томат и сделаем ненасильно большие такие широкие кружочки нам надо посмотреть чтобы поместилось вот все суда как минимум то есть по два на каждый ломтик то есть это ну можно и 3 примерно вот такой вот толщины вот посмотрите какой замечательный хлебушек у нас получается с корочкой старайтесь собрать все масло которое есть на сковороде если масло стало вдруг мало то добавьте ним небольшое количество потому что масло в этом случае служит проводником тепла после этого берем две ложки уже масло берем наши болтанку и выливаем сюда и сразу же выкладываем наши тосты суда внутрь сковороды и жарим на среднем огне можно чуть больше где-то 3-4 минуты в прошествии этого времени берем и аккуратно стараемся загнуть края нашего омлета вот сюда наверх после чего берем две чайные ложки любого вашего любимого томатного соуса у меня этот соус барбекю он мне последнее время очень нравится и просто разравниваем все тут сверху укладываем по листику вашего любимого сыра сверху на сыр ложим томаты томаты по желанию можно посолить и даже поперчить это кому нравится сверху ложим еще по кусочку ветчины и накрываем все оставшимся хлебом потом при помощи лопатки разделяем это все на две части и получаем вот такой вот бутербродик ну и завершающим на сегодня я хочу предложить вам сделать необычайно простой сэндвич и он простой в приготовлении но тем не менее он несколько необычный и он состоит всего из четырех составляющих то есть это хлеб яйцо сыр и ветчина ну можно взять какую-то другую колбаску на ваш выбор сейчас вы увидите как это все делает вот переходим к финальному рецепту на сегодня и честно сказать для меня это будет экспериментальный потому что я его еще не делал значит мы будем сейчас готовить его первый раз вместе с вами то есть берем 3 яйца добавляем сюда соль и перец по вкусу и хорошенько все это перемешиваем сначала раздавите желток тогда будет сразу легче вам перемешивать на кстати суда можно добавить сразу какие-то травы на ваш вкус можно добавить острые остринки можно еще чего-то почему вы увидите чуть дальше когда все хорошо перемешали отставляем пока в сторонку все это дело и нам необходимо сейчас нарезать мелким кубиком ветчину так хлеб у меня не сильно большой поэтому я возьму для начала вот так я думаю будет как раз самое то есть изначально режем на небольшие полоски а потом уже эти полоски нарезаем на мелкий кубик следующим этапом надо взять ваш сыр любимый и натереть его на терке но у меня как я уже говорил вот такой вот уже натертый в данном случае у меня это моцарелла берем хлеб и обрезаем все четыре корки на должен предупредить у меня активизировались соседи и сейчас почему-то они решили поработать дрелью то есть берем теперь наш хлеб выкладываем посередке сначала ветчину много не перебарщивайте и оставляйте края свободными также добавляем наш сыр берем взбитое яйцо и наносим кисточкой на край это можно делать не только с тостовым хлебом но допустим с той же булкой того же самого белого хлеба либо же какого-то батона тут вас никто не ограничивает берем второй кусок хлеба накрываем и вот так краешки придавливаем можно это все сделать при помощи вилки сразу берем сначала окунаем так называемый яйцо очень похоже на лизон берем панировку панировка у меня простая без каких-либо специй поэтому я и говорил что добавляйте если что к яйцу хорошо обсыпаем и пускай стоит и оставляем минут на 5 чтобы панировка хорошо схватилась это необходимо делать с любой панировкой берите это на заметку и не забывайте про это по прошествии пяти шести минут можно даже и побольше оставить берем сковороду ту же самую что я готовил предыдущий рецепт включаем ее разогреваем ее с добавлением небольшого количества масла растительного можно и сливочного берем хорошо стряхиваем панировку и отправляем наши не до сэндвич и жарится жарим с каждой стороны по 3-4 минуты время прошло переворачиваем и как я сказал продолжаем еще три-четыре минуты и с этой стороны жарить ну что ж посмотрим теперь что получилось у нас тут вот такой вот замечательный пирожочек получился такой сэндвич вот такие три простых блюда можно приготовить на завтрак без особых каких-то трудозатрат и времени естественно пожалуйста пользуйтесь вносите свои изменения пишите комментарии чтобы вы поменяли на ваш взгляд от себя я могу сказать что в первом рецепте я брал более такие я их называю стеклянные томаты чтобы они меньше расползались и естественно при меньшей даже наверное температуре но на хорошо прогретом масле я бы это делал во втором рецепте все в принципе замечательно но у меня было чуть больше это вот болтуни скажем так омлета получилось ну его надо было меньше тогда края бы получились более аккуратные потому что я обычно готовил в другой сковороде а не в этой ну а третий элементарно все сделали зажали пожарили вот вам вкусный здоровый завтрак используйте любой хлеб любой батон есть даже для тоста хлеб различных размеров фракции у меня был это зерновой полнозерновой так называемый по-немецки фолькл поэтому все в ваших руках подписывайтесь чтобы не потеряться чтобы смотреть другие видео вместе со всеми то есть в момент их выхода нажмите на колокольчик ну а вы были на канале Димитрий оставайтесь продолжайте смотреть и будьте все здоровы приятного всем аппетита пока пока и Субтитры создавал DimaTorzok